Привет! Ты наверняка слышал, что у носорогов один из самых непредсказуемых и вспыльчивых характеров среди всех животных, живущих в дикой природе. Но по какой причине меланхолично щиплющий травку здоровяк за мгновение ока превращается в грозный танк, несущийся на всех парах на предполагаемого обидчика? Откуда в травоядном животном столько ярости, и почему стычки с другими зверями для него частое явление? В этом ролике ты увидишь носорога в деле. Двухтонные гиганты никого не могут оставить равнодушным, в особенности тех, кто имел возможность встретить носорога в его природной среде обитания. Еще больше впечатлений от личного знакомства осталось у тех, кому пришлось спасаться бегством от атакующего носорога. Правда, не все виды носорогов достигают в весе двух тонн. Самый большой из них – белый. Вес взрослого самца – около двух-двух с половиной тонн, но встречаются особи до четырех-четырех с половиной тонн. Северный носорог крупнее южного. Но, увы, похоже, их вид ученым уже не удастся восстановить. В мире осталось только две особи этого вида и обе пожилые самочки. Следующий по размерам – индийский носорог. Вес самца – до 2200 килограммов. Самки – до 1600 килограммов. Самец черного носорога весит около полутора тонн. Западный черный носорог был крупнее, но с 2013 года этот вид считается официально вымершим. Вымирание грозит и самому маленькому из них – суматранскому носорогу. Вес взрослого самца – около 900 килограммов, а их численность составляет всего 220-250 особей в мире. Хуже дело обстоит с яванским носорогом. Их осталось всего 40-60 особей. Точную цифру невозможно определить, так как эти животные очень подозрительные, скрытные и предпочитают девственные многоярусные тропические леса. Основной причиной их вымирания является массовое уничтожение носорогов людьми из-за их рогов. В азиатских странах рог носорога считается чудодейственным лекарственным средством. И на черном рынке за него предлагают огромные деньги – 60-65 тысяч евро за килограмм. Черный носорог предпочитает ветки кустарников и деревьев. У него цепкая верхняя губа и нет передних резцов. Белый носорог любит попастись на лугах. Он имеет длинную плоскую губу, которая больше предназначена для выпаса на травах. По сути, черного носорога можно сравнить с секатором для обрезки деревьев, а белого – с газонокосилкой. Но вернемся к рогам. Его на самом деле и рогом-то назвать нельзя, он не прикреплен к черепу и состоит из кератина. Кератин – это белок, содержащийся в волосах и ногтях человека. У азиатских носорогов один рог, у африканских – два, но у некоторых черных встречается три, реже пять штук. Длина самого крупного известного рога белого носорога составляет 158 сантиметров, а индийского – 60. Основное предназначение рога – разделять кусты и заросли или выкорчевывать мелкую траву. Индийский носорог не бодает противника, а резко ударяет острыми резцами и клыками. Африканские носороги не имеют резцов и атакуют рогом. Еще одной особенностью носорога является его чрезвычайно слабое зрение. Стоящего человека он способен заметить с расстояния в 20-25 метров. Возможно, по этой причине его считают непредсказуемым. Согласись, трудно заранее предупредить противника о своих намерениях, если страдаешь близорукостью и замечаешь его только когда он уже так близко. Как ты думаешь? Напиши свое мнение в комментариях. Слабое зрение носорог компенсирует отличным слухом и обонянием. Своё отношение к цели животное часто определяет по запаху. Если он кажется гиганту враждебным, носорог без промедления бросается в атаку. Немаловажное значение имеет размер объекта. Именно этим объясняются бесчисленные нападения носорогов на легковые автомобили. Они воспринимаются здоровяком, как противники. А еще носороги обзавелись личной охраной. И хоть этих птичек часто называют буйволовыми скворцами, больше всего волоклюи любят носорогов. Еще бы! Это же настоящее столовое для шустрой птички. Волоклюи поедают невероятное количество насекомых паразитов, поселяющихся в складках кожи носорога. Кроме того, юркая птичка, очень подозрительная и при малейшей опасности, предупреждает носорога резким криком. Носорог реагирует на предупреждение мгновенно. И если замечает, цель несется в ее сторону, подобно танку. Да-да, именно несется. Носорог способен разогнаться до скорости 50-55 км в час. А бегает он на непарных копытах, то есть на каждой ноге у животного по три пальца, а на каждом пальце по копыту. Это тебе не на конверсах гонять. Специалисты считают, что ближайшие живые родственники носорога – топиры, лошади и зебры. Неожиданный поворот и интересный факт. Мозг носорога весит около полкило. Может, это причина его непредсказуемого поведения? Ему просто нечем долго задумываться, и он принимает решение атаковать, а по пути уже думает, стоит ли. Действительно, странно видеть, когда несущийся на тебя тяжело бронированный штурмовой танк резко тормозит на полном скаку или попросту сворачивает, не добегая до противника. Но так бывает не всегда. Некоторые считают, что носороги и слоны – смертельные враги. На самом деле миф о ненависти между этими животными относятся к глубокой древности. Истории известен только один случай, когда слон позорно сбежал, завидев носорога. Было это в 1515 году, когда вице-король португальской Индии, великий Афонсу Диал Букерк, отправил в дар королю Португалии Мануэлю I самку индийского носорога. В то время у короля в зоопарке находилось уже несколько слонов. Монарх решил проверить слух и устроил бой между животными. Слона вели к носорогу из дворца Эштауш по улицам города, полным народа. Бедное животное было изрядно перепугано, когда его ввели во внутренний дворик дворца Ривейра. А теперь представь его состояние, когда перед ним тут же открыли перегородку, а за ним стоит носорог. От неожиданности бедный слон ринулся в обратном направлении, при этом пробив стену. В дикой природе эти два гиганта предпочитают обходить друг друга стороной, ограничиваясь редкими несерьезными стычками. Как правило, носорог отступает первым. Иногда слон отпугивает носорога, кинув в него палкой или распыляя перед его мордой песок. Но в редких случаях слон может яростно атаковать носорога. В этом видео слону удалось сбить носорога с ног. В стычке чудом не пострадал малыш носорога. Но такое поведение – редкость. Зато замечены ситуации, когда слоны спасают носорогов. Так в национальном парке Крюгера ЮАР слон затоптал браконьера, охотившегося на здоровяка. Вообще, в дикой природе у взрослого носорога практически нет врагов. Кроме человека, конечно. Одетый в практически непробиваемую броню гигант, с легкостью выдерживает могучие удары львинной лапы. Из-за своего особого строения носорожья шкура обладает способностью быстро регенерировать. Получив даже серьезные раны, животное полностью восстанавливается уже через сутки. А вот любопытные малыши или подростки могут с легкостью стать добычей львов. Ведь львиный прайд нападает на любую добычу, которую посчитает перспективной. Малыши, как правило, находятся возле матери до двугодовалого возраста. Но в случае, если самка за этот период беременеет, она на время прогоняет его от себя перед родами. Этим-то и пользуются дикие кошки. Так коалиция из трех кочующих львов смогла убить трех черных носорогов-подростков. Когда же на территорию прайда случайно заходит взрослая осыпь, львы стараются не вступать в конфликт и не давать повода для нападения. Но носороги бывают особо приставучими. В национальном парке Крюгера два брата льва добыли себе обед. Это по какой-то причине не понравилось подошедшему к ним гиганту. Здоровяк стал гонять хищников, но они упорно кружили поблизости. Естественно, ведь рядом выжидают гиены, норовящие каждую минуту стащить их обед. К тому же один из львов явно ранен и слаб. Ужин ему будет поймать проблематично. Вообще, подслеповатые носороги прекрасно отличают контуры травоядных животных типа зебр и буйволов и не нападают на них. Но иногда буйволы в силу своего бойцовского характера сами нарываются на драку. Черный буйвол в среднем весит около 700 килограммов, но встречаются особи и по тонну весом. Но разве буйвол может тягаться с носорогом? У гиганта могучая шея, приспособленная наносить удар огромным рогом. Всего один удачный рывок и смертоносный кол войдет в бок. Эту группу носорог прилично потрепал, быкам пришлось ретироваться. Бывает, что в бою буйвол проявляет уж очень большую решительность. Как этот бык, к примеру, носорог свалил его с ног, несколько раз поддел рогом, а буйволу все не имется. Зато азиатский со своими длинными рогами без потерь отогнал от себя гиганта. Еще и демонстративно начал раскидывать рогами песок. Как ты думаешь, кто победит в битве между носорогом и бегемотом? Довольно спорный вопрос. Оба этих гиганта претендуют на второе в мире место по весу после слона. Кроме того, у бегемота есть против рога носорога свое оружие, гигантские клыки и возможность распахнуть пасть на метр-полтора. Давай посмотрим несколько сюжетов. Без рогому носорогу нечем противостоять клыкастому гиппопотаму, вес у них практически одинаков. Победа однозначно за бегемотом. К сожалению, пока спиливание рогов – единственная действенная мера защиты животных от браконьеров. Эта процедура безболезненна, рог отрастает в течение двух лет. А это видео записали туристы в Национальном парке Крюгера. До сих пор остается загадкой, почему бегемот покорно терпел удары носорога. К счастью, громиле надоело пинать несопротивляющиеся животные, и он удалился. Но бывает, что попадаются приставучие бегемоты. Так, недалеко от взлетно-посадочной полосы небольшого аэропорта, в границах природного резервата Мала-Мала, в Южной Африке, рейджеры увидели неожиданную картину. Молодой бегемот стремился познакомиться с носорогом. Он активно обнюхивал его, дотрагивался носом и широко распахивал пасть. Носорог же всячески избегал навязчивого внимания. Гиппопотам бесстрашно проследовал за новым знакомым в гущу стада и не отставал от него, пока один из них не погнался за бегемотом, подталкивая сзади острием рога. Но не только бегемоты что-то путают. Носороги тоже иногда вместо боя навязывают симпатичной самочке гиппопотама свои ухаживания. Самец носорога яростно охраняет свою территорию. Соперника сначала встречает грозное рычание хозяина. Если противник крупный и опытный, они склоняют головы и периодически сталкиваются рогами. Ритуал повторяется, пока пришелец не ретируется. Носороги редко устраивают серьезные поединки, предпочитая решать споры демонстрации рогов. Но вот с самками дело обстоит иначе. Здесь они часто проявляют мужское доминирование. В некоторых случаях самцы могут убить малыша, пытаясь завладеть вниманием дамы. Возможно, по этой причине, прежде чем принять ухаживание, самка нередко вступает в бой. Как видишь, несмотря на свои габариты, их грозный рог носорогу живется совсем не сладко. Всего в мире их осталось не более 30 тысяч. Как ты думаешь, поможет ли их сохранению предложения группы южноафриканских фермеров о легализации добычи рогов? Жду твое мнение в комментариях. Конечно же, не забывай ставить лайк!